Привет всем! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Начинаем! Новый день и новые решения предотвратить туризм в поисках убежища. Германия больше не будет принимать беженцев, которые приезжают из других стран ЕС. В скором будущем просители убежища в ЕС будут получать социальные пособия только в течение 6 месяцев и только в той стране, которая их приютила. Это предусмотрено ужесточением закона о предоставлении убежища, который был принят в среду 10 апреля в Европейском парламенте. Главная цель реформы – это предотвратить нелегальное перемещение беженцев из одной страны ЕС в другую, чтобы попросить там убежище. Для Германии, в частности, это означает, что когда люди будут просить в стране убежище, чиновники будут проверять, имеют ли заявители в принципе право на это. Если выяснится, что ответственность за человека несет другая страна ЕС, то заявитель не получит никаких государственных пособий. Профессор права Даниэль Тим, в свою очередь, предупреждает о возможных последствиях отмены социальных пособий. По мнению Тима, если просители убежища так и не вернутся в страну первого въезда, то для Германии это обернется ростом числа бездомных. При этом он подчеркивает, если власти Германии не смогут вернуть беженца в страну первого въезда за полгода, то в таком случае ФРГ станет ответственной за процедуру предоставления убежища, включая все государственные пособия. И в это же время Бундестаг одобрил введение платежных карт для беженцев. Для обслуживания такой карты не требуется привязка к банковскому счету. Ее можно использовать только для покупок на месте. Снятие наличных с нее исключено, как и переводы денег в пределах или за пределы Германии. Цель этой правовой нормы – предотвратить переводы беженцами денег за границу Германии. Переводы с одной такой карты на другую, ровно как и любой другой перевод денежных средств в пределах или за пределы Германии будут невозможны. Полный переход на новую систему социальных выплат беженцам ожидается к концу 2024 года. И в это же время Берлин также усилил меры безопасности. Полиция Берлина усиленно патрулирует город после запрета крупного пропалестинского мероприятия. Полиция Берлина повысила присутствие на улицах, готовясь к возможным пропалестинским акциям протеста. В пятницу полиция обязала аркокритику со стороны различных немецких партий еще до его начала из-за формулировок в анонсе события. Мэр Берлина Кай Векнер заявил, что проведение такого мероприятия в Берлине недопустимо. А город выступает против антисемитизма, ненависти и подстрекательства против евреев. Но к этой теме мы еще вернемся позже. А тем временем поддержка немецких правых стремительно упала с начала года. Поддержка избирателями в Германии правая партия «Альтернатива для Германии» снизилась до 18%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологическим институтом Инсан специально для БИЛД. Согласно исследованию, за последнюю неделю рейтинг АДГ снизился на 1% пункт, а с января 2024 года на 5% пунктов. Как свидетельствует опрос, несмотря на потерю 1% пункта, оппозиционная ХДС ХСС остается безоговорочным лидером с 30%. В то же время социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 16% неожиданно вернулись в группу лидеров, набрав за неделю 1% пункт. Неизменными остаются показатели двух других правительственных партий. Зеленых – 13% и свободных демократов – 5%. Альянс Сары Вакенгхнехт может претендовать на 6% голосов. Левые 3% и свободные избиратели 2% с их нынешними результатами не имеют шансов пройти в Бундестаг. А тем временем в Германии произошла трагедия. В Германии при пожаре на животноводческом комплексе погибло около 20 тысяч свиней. Пожар произошел поздно, вечером в пятницу. Вследствие него загорелось от 10 до 14 помещений, в которых и находились животные. На место в общину Бинды земля Саксония-Анхальт прибыли около 150 пожарных. Они потушили огонь, однако не успели спасти многих свиней. Всего в животноводческом комплексе, как уточняется, жило 64 тысячи свиней. Поскольку двери во время пожара пришлось открыть, некоторые животные выбежали на улицу. По предварительным данным, практически каждая третья свинья в комплексе погибла из-за пожара. Причина возгорания пока не ясна. Криминальная полиция рассматривает в том числе и вариант поджога. Ущерб оценивается как минимум в 1 миллион евро. Местные жители и эко-активисты неоднократно критиковали животноводческий комплекс Бинды. Из-за отсутствия оценки воздействия на окружающую среду. В торговом центре Сиднея произошло нападение с помощью ножа. В результате нападения погибли 6 человек и еще несколько получили ранения. На данный момент мотивом нападения считается психическое расстройство нападавшего. Приношу свои сополезнования родственникам погибших и раненым. И в это же время канцлер Германии Олаф Шольц осудил Иран за удары по Израилю. По его словам, это безответственная и неоправданная атака. Когда ракеты полетели в сторону Израиля, канцлер Германии Олаф Шольц находился на правительственном самолете, который направлялся в Китай. Туда глава правительства ФРГ летит, чтобы вести переговоры об экономике и создании дополнительных рабочих мест. На данный момент программа канцера в Германии пересматривается для того, чтобы у канцера была возможность поучаствовать в обсуждении ближневосточного конфликта.